Всем привет! Я Никита и сегодня у нас урок биологии. На этом занятии мы с вами будем говорить о средах обитания живых организмов. Что такое среда обитания? Среда обитания это совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в которых обитает данная особь, популяция или же целый вид. Это часть природы, которая окружает живые организмы и оказывает на них прямое или косвенное воздействие. Факторы, которые могут оказывать воздействие на все живые организмы, могут быть биотическими, абиотическими, энтропогенными. Какие же среды обитания выделяют? Выделяют всего 4 среды обитания. Во-первых, это наземно-воздушная, самая обширная среда обитания. Следующая среда это водная, затем почвенная и в конце концов организменная. Теперь подробнее о каждой из них. Наземно-воздушная среда обитания. Чем она характеризуется? Во-первых, это обширные воздушные массы, которым приспособились все живущие в ней живые организмы. То есть эти организмы питаются, используют в качестве энергии источник кислорода. Также в наземно-воздушной среде происходят большие колебания температуры. Также колебания влажности и наземно-воздушная среда характеризуется хорошей освещенностью, что стало предрасполагающим фактором для заселения ее зелеными растениями, которые используют солнечный свет для процесса фотосинтеза. Следующая среда это водная. Эта среда характеризуется высокой плотностью. В связи с этим обитающие в ней живые организмы вынуждены были приобретать свойства, помогающие справиться с высокой плотностью. Например, обтекаемая форма рыб. Следующая особенность это малые колебания температуры. Вода довольно сильно проводит тепло и сохраняет его, поэтому колебания температуры там небольшие. Также для водной среды характерна низкая освещенность. Растения, которым нужен солнечный свет, растут в неглубоких водоемах, а вот живые организмы, которым солнечный свет не нужен, могут занимать даже самые глубокие места, такие как Марианская впадина, например. Следующая особенность это низкое содержание кислорода. И мы знаем, что все живые организмы в водной среде приспособились и к этой особенности, но также наличие минеральных солей. Следующая среда обитания это почвенная. Для нее характерно полное, практически полное отсутствие освещения. Также низкое содержание кислорода, малое колебание температуры и в конце концов большое количество питательных веществ, что позволяет жить там огромному количеству организмов. Как правильно, живые существа в почвенной среде малого размера. Следующая среда это организменная. Организменная среда характеризуется обилием пищи, постоянством внутреннего состава, отсутствием угрозы со стороны внешних врагов, а также защитой от агрессивных факторов внешней среды. По сути, организменная среда это другой живой организм. И мы с вами привыкли называть организмов, которые живут в организменной среде, попросту паразиты. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Встретимся на следующем уроке. Пока!